Какие последствия вата глобального потепления? Одно из последствий, которое не самое очевидное, является повышение концентрации углекислоты в Мировом океане. Вы знаете, возможно, что около 30% углекислого газа антропогенного поглощает океан, частично поглощает биосфера и 50% остается в атмосфере. Так вот, рост концентрации углекислоты в океане может в ближайшее время, в ближайшие 30-40 лет привести к повышению кислотности Мирового океана, что крайне чревато для живых организмов, обитающих в океане, то есть вряд ли они успеют адаптироваться, и особенно велика опасность для обитателей коралловых рифов, то есть они находятся в самой большой опасности, при том, что мы все знаем, что самым большим биоразнообразием эти самые коралловые рифы обладают. Также к таким серьезным последствиям можно отнести изменения уровня Мирового океана. И здесь уже рисуются картины совершенно страшные, кто во что гораст. От 20 см, это самые гипероптимистичные прогнозы, до 100 м, это самые пессимистичные прогнозы. Факт в том, что ледники точно тают, и это отмечается во всех точках планеты, и ледники, особенно в северном полушарии, горные ледники, покровные ледники. Пока ледники тают очень активно, но уровень Мирового океана пока поднимается не очень сильно. Это связано с тем, что в Антарктиде увеличилась продукция льда, то есть увеличилась температура, увеличилась испаряемость, увеличилось количество осадков в Антарктиде, и, соответственно, больше льда там консервируется. Но долго, наверное, Антарктида нас спасать не будет таким образом. И вот это, опять же, не картинка из фильма «Катастрофа», это картинка, сделанная National Geographic, Национальным географическим обществом. И такие прогнозы есть, под построены такие карты для всех континентов. Я в данном случае выбрал Европу, и, собственно, посмотреть, что там творится, особенно в данной зоне, нам крайне интересно, и такое возвращение снова до Каспийского моря, повышение его уровня. И мы сразу видим, что огромное количество прибрежных территорий, мы знаем сами, что человек любил и любит селиться в прибрежной зоне, то есть двум миллиардам человек может угрожать серьезной опасности. Я уже не говорю про эпидемии, о разрушении инфраструктуры, потере инфраструктуры, промышленности и так далее. То есть крайне пессимистичный такой сценарий, но пока, правда, ученые не сходятся во мнении, насколько этот уровень поднимется в следующие сто лет. Возможно, все зависит от нас с вами. Также нужно сказать, что помимо повышения уровня Мирового океана, также повышается еще и, это то, что мы уже можем видеть сейчас, повышается количество различных катастрофических явлений, различных атмосферных явлений. Ураганы, торнадо, если мы с вами посмотрим, то частота этих явлений растет. В данном случае показано количество катастрофических явлений, связанных с глобальным потеплением на территории Российской Федерации, и красным показаны цифры роста этих явлений. Также мы знаем с вами, что в том же Мексиканском заливе, где рождаются ураганы, там в последнее время ураганы с милыми женскими именами приносят колоссальные разрушения. Но последнее, самое страшное, которое мы знаем, это, конечно, ураган Катрина, который уничтожил Новый Армян. И, возможно, увеличение частоты таких явлений и увеличение мощи таких явлений, оно связано с как раз повышением температуры, с глобальным потеплением. Помимо таких очевидных вещей, есть еще вещи менее очевидные. Есть такое явление, оно прогнозируется как метановая бомба. Звучит крайне пугающе, опасно. Дело в том, что, я думаю, что все мы помним с курса школьной географии, что в Западной Сибири находятся самые большие по площади болота в мире. Им около 100 тысяч лет, и там находится какое-то невероятное количество метана. Я не воспроизвожу эту цифру, для этого, даже если я воспроизведу, то не сильно она вам чего скажет. Но очень много. И метан этот находится в... Он законсервирован, потому что там многолетняя мерзлота, и он не имеет возможности входить наружу. Если температура будет расти, то, возможно, в дальнейшем будущем таяние многолетней мерзлоты и вот такие страшные последствия. Это, кстати, к вопросу о том, что часто говорят о том, что глобальное потепление для России принесет только позитивные моменты в плане сельского хозяйства. То есть у нас улучшатся климатические условия, где-то улучшатся, но 65% страны превратится в болото. Это совсем не позитивный такой сценарий, я думаю. И, конечно же, нужно сказать о влиянии процесса глобального потепления на сельское хозяйство. Если в странах как раз европейских возможно некоторое улучшение проблематических условий, хотя я всегда скептически отношусь к таким вещам, достаточно сложно просчитать такие сложные процессы и как все это будет сложно взаимодействовать, то в странах Африки, Азии и Латинской Америки процесс обустынивания усилится. И люди, которые уже сейчас испытывают голод, более миллиарда человек, то есть эта цифра будет расти. При том, что растет население в Африке, Азии, это регионы, где наибольший рост населения и сокращение плодородных земель, сокращение продовольствия вызовет катастрофические последствия. И это что касается глобального потепления. То есть таких самых страшных сценариев данной гипотезы. Из минусов данной гипотезы можно отметить то, что она рассматривает крайне небольшой промежуток времени. То есть любого географа, климатолога смущает 100 лет. Это слишком мало. Мы знаем, что климат менялся всегда на протяжении всех 4 миллиардов лет существования атмосферы, как только она появилась. И температура менялась всегда. И есть еще масса причин, помимо причин, которые называются, это парниковые газы. То есть это называется минусом. Потом вот то, что я обозначил, это то, что в гипотезу заложен принцип положительной обратной связи, рассматривается только влияние влекислого газа. Но и помимо влекислого газа есть еще и другие, собственно, парниковые газы и другие элементы. Потом эта теория не учитывает, что наиболее обидно для географов, конечно, не учитывает действия эндогенных процессов, вулканизма, например. То есть любой вам вулканолог скажет, что вулканы правят миром и вообще влияют на климат, на жизнь людей, и вообще самые важные элементы природы. Поэтому есть некие слабые стороны у этой теории. Но, опять же, лично я не конспиролог и не верю в то, что большинство ученых в мире, причем в самых развитых странах, наиболее развитых научных центрах, США, странах Европы, зарубежной, Австралии, Канада, что в этих странах ученые все прямо сговорились, или все продались, и все за гранты научные готовы писать то, во что они не верят, и то, что не является, то, что не подтверждено научными данными. В этом смысле я совсем не конспиролог. Но, тем не менее, перейдем ко второй теории. Это теория глобального похолодания. Теория крайне интересная. Опять же, я говорил о том, что данная теория, она не на коленках придумана, и она исповедуется, в общем-то, очень серьезными людьми, учеными. В данном случае, в основном, это российские ученые. Но, опять же, не какие-то там отщепенцы, а это институт географии РАН, и в том числе его руководитель, как я уже сказал, человек, который 50 лет посвятил изучению климата. И теория глобального похолодания говорит о чем? Теория цикличности глобального похолодания. Она, если вкратце сказать, она говорит о том, что от человека, в данном случае, ничего не зависит. Мы слишком малы, наше воздействие слишком незначительное для планетарных процессов. Только конспирологи могут говорить о каком-то климатическом оружии, о том, что где-нибудь в США на Аляске проект ХАРП может управлять плазмой в атмосфере. Это все очень вряд ли. И все, на самом деле, подчинено цикличности. И в данном случае, человек в данном случае не влияет никак на этот процесс. И ждать нам, на самом деле, нужно не глобального потепления, а глобального похолодания. То есть, нового ледникового периода. Сразу скажу, что настоящий ледниковый период имеет мало общего с знаменитым мультфильмом. Замечательно. То есть, вряд ли нам понравятся данные климатические условия. Я вам напомню, что последнее оледенение было еще совсем недавно. Ледник сошел с той территории, где мы находимся, ледника не было. Если севернее говорить, то ледник сошел с территории России всего жалких каких-то 9 тысяч лет назад. Поэтому мы с вами живем в эпоху межледниковия. И, соответственно, если мы просмотрим музыкличность, то нас ожидает новый ледниковый период. На основе чего сделаны такие данные? На основе чего такие прогнозы строятся? Возможно, вы слышали об озере Восток в Антарктиде, которое находится относительно недалеко от нашей станции Одноименный Восток. Это крайне амбициозный проект. Началось бурение этого озера. Это пресное озеро, находящееся на большой глубине под слоем льда. И бурение скважины в этом озере началось очень давно, еще в 80-е годы, в конце 80-х годов. Бурение льда – это процесс крайне сложный, гораздо сложнее, чем бурение даже каких-то гранитных масс, потому что лед все время ползет, он двигается. И проект был крайне интересным. Тем более, возможно, почему я говорю, что это возможно слышать, потому что в газетах все время писали какие-нибудь страшилки о том, что там обитают исторические какие-то животные, монстры, какие-то вирусы и бактерии, которые уничтожат человечество. Ну вот скважину прогурили в 2013 году, и, как вы видите, все мы находимся здесь, все нормально. К чему я рассказываю об этом озере? Не только ради праздного любопытства, а к тому, что лед обладает уникальным свойством. Возможно, вы все помните, как образуется лед, когда идет снег, он под своим весом, под силой тяжести, он уплотняется и постепенно превращается в гленчерный лед, потом в обычный лед. Но между... То есть там сохраняются пузырьки воздуха. И вот этот лед, который накапливался, в данном случае вот эта толщина льда соответствует 240 тысячам лет. То есть этот лед накапливался в течение этого времени, и там находится реликтовый воздух, который был на нашей планете 240 тысяч лет. И когда был процесс бурения, вот эти керны льда извлекались, и мы могли, собственно, анализировать, ученые могли анализировать российский состав этого воздуха. Не вдаваясь в подробности, просто скажу, что есть изотопы, так называемые, теплые вещества, которые характерны, эти изотопы, для более теплых периодов, и изотопы холодные. И анализируя соотношение этих изотопов, мы могли, ученые, я отношу себя в данном случае к всему прогрессивному человечеству, как и все, собственно, то есть все мы могли этот состав воздуха исследовать, и пришли к выводу, что были циклические изменения. Вот в данном случае у нас несколько кривых. Это кривая температуры, мы видим. Далее у нас кривая, это у нас углекислота, и мы видим, что они идеально схожи, углекислый газ и температура. Но еще здесь одна кривая показана, это пыль. Почему пыль рассматривается в данном случае? Дело в том, что на самом деле все крайне сложно в атмосфере. Если мы берем теорию глобального потепления, то там есть некое упрощение. Растет количество углекислоты, и мы получаем усиление парникового эффекта, и, соответственно, повышается температура. Но на самом деле, помимо этого, есть еще масса других факторов, других газов парникового, потом еще пыль также является крайне важным фактором. Чем более запыленной является атмосфера, тем ниже температура. То есть, чем меньше пыли, тем выше температура, чем больше пыли, тем температура ниже. И в ледниковые периоды пыльность атмосферы была максимальной. Но при этом, чтобы ни одна из теорий не перевешивала в данном случае, при этом, можно сказать, вы видите прекрасно, что вот эти кривые температуры и кривые содержания концентрации углекислого газа, они идентичны совершенно. То есть, данная теория тоже имеет свое подтверждение. То есть, о чем говорит теория цикличности? О том, что периодически, по каким-то причинам, в первую очередь, причинам астрономическим, космическим, происходят ледниковые периоды, потом период межледниковый, и снова ледниковый период. Мы с вами живем в межледникове, нам повезло с вами. Вообще, вот развитие человеческой цивилизации, оно пришлось как раз в последние 10 тысяч лет, это самые теплые, самые лучшие условия. Кстати, самая высокая температура не сейчас, да, за последние 10 тысяч лет, она была 5 тысяч лет назад, когда как раз шло развитие сельского хозяйства, и появление сельского хозяйства в Междуречии, в Египте. Сейчас пока еще мы не добрались, мы не превысили эту планку. Пока еще. И причины космические, какие космические причины? Это изменение наклона земной оси, это циклы, которые выделил ученый Миланкович Серв, да, еще в начале века, но никто пока не опроверг его, и, может быть, кто-то из присутствующих аудитории, так вот, изменение наклона земной оси, да, каждые 20 тысяч лет происходят изменения, дальше это изменение площади, изменение плоскости эклиптики, то есть это каждые 40 тысяч лет, и, наконец, более такие глобальные циклы, каждые 100 тысяч лет, это изменение эксцентриситета, если вы помните геометрию, да, помните геометрию? У овала, у овала есть эксцентриситет, то есть, если просто сказать, то сейчас у нас орбита Земли, она эллипсоидная, да, форма имеет эллипса, а бывают периоды, когда она округляется, то есть больше похоже на круг, и, соответственно, в такие периоды считается, что вот когда, сейчас, когда у нас форма овала имеет орбита, то в эти периоды температура относительно выше, и ледяные шапки, они сосредоточены по полюсам планеты. Как только орбита по каким-то причинам округляется, да, то лед сползает, как будто бы, да, и образуется покровное леденение. Такая страшная, достаточно, картина, потому что, если мы скажем с вами, то последнее леденение, да, которое было относительно недавно, ледовый щит над Москвой был 400 метров, да, то есть уже совсем не круто было бы съездить в Москву в таком случае, и ледник, собственно, спускался по побережью Медведицы даже, к нам сюда, в Южные Широты. Поэтому, на самом деле, данная теория не рисует каких-то позитивных картин в будущем человечества. Но, в чем плюс, да, как бы, для нас? В том, что это все далекое будущее. То есть через 5 тысяч лет, скорее всего, да, по прогнозам, по данным, которые были собраны как раз вот при анализе воздуха на озере Восток, из пузырьков, да, льда, то по этим прогнозам где-то через 5 тысяч лет нас ждет новый дневниковый период, через 2 тысячи лет нас ждет некое похолодание, да, но сейчас можно в таком случае совсем не волноваться, как будто бы, да, то есть данная теория говорит, что мы вообще-то никак не влияем. Но, что я хочу сказать, даже Котляков, тот самый, который директор института географии РАН, он говорит о том, что возможно сейчас человечество может влиять на климат, и сейчас, пока, в ближайшие 100 лет, пока еще вот эти астрономические процессы космические не набрали свою мощь, да, сейчас мы можем изменять климат, то есть, да, концентрация углекислого газа сейчас повышается, она будет менять климат, но потом, в будущем, да, это увеличение концентрации уже будет не принципиально, потому что наберут мощь климатические процессы, космические, да, и тут уже выбрасывают углекислый газ или нет, все равно. Но географы, и особенно палео-географы, те, кто занимается исторической геологией, эти люди мыслят промежутками времени миллионы, сотни миллионов, миллиарды лет. Я думаю, что нам с вами будет совсем не принципиально, да, что в будущем, когда-то через 5 тысяч лет будет покладание, когда сейчас мы можем влиять, да, и сейчас все вот эти страшные картинки, которые рисовались до этого, они могут сбыться, случиться, да, причем это опять же будущее не которое, отдаленное совсем, прям, это ближайшие 30, 40, 50 лет, то есть, это наша с вами жизнь, жизнь наших детей, да, то есть, все эти процессы, они вполне могут случиться. Поэтому к чему я призываю всех, да, вопросами климата нужно интересоваться, причем интересоваться с позицией именно научного познания. Сразу скажу, что я не являюсь приверженцем той или иной другой теории. Было время, когда я учился в школе, да, я смотрел много фильмов, National Geographic, BBC, я сразу понял, да, глобальное потепление есть, оно нам угрожает, точно. Потом, когда я учился в магистратуре, меня познакомили с теорией глобального похолодания, привели огромное количество данных, огромное количество доводов, да, причем это такие масштабные исследования, и я убедился, сразу сказал, да, глобального потепления, глобального потепления нет, есть глобальное похолодание, и все это чушь, и заговоры. Но сейчас, уже с прошествием лет, да, я могу сказать, что на самом деле любой максимализм, наверное, он достаточно опасен, и какая бы теория ни была права, да, либо глобальное потепление, либо глобальное похолодание, в ближайшем будущем, в ближайшей перспективе, это то, что нас интересует более всего, да, нас ожидают, возможно, ожидают, серьезные изменения климата, вызванные нашей с вами деятельностью, промышленной деятельностью, да, к которой мы все имеем отношение, я уверен, что у каждого во дворе не стоит его личный завод, да, или промышленное предприятие, но мы все покупаем эти продукты, мы все пользуемся благами цивилизации, и таким образом, частично, как-то мы можем влиять на это, да, ну, не знаю, покупать продукты, например, которые произведены на предприятиях, которые, там, вошли, там, в киотский протокол, или как-то использовать технологии, которые сокращают выброс углекислого газа, ну, то есть, в любом случае, от каждого из нас что-то зависит, да, в любом случае, то есть, тот принцип, который заложен, который, вот, вы видели на самом первом слайде, да, принцип геоэкологии, мысли глобально действуют локально, он работает, безусловно, и с вопросами климата, поэтому просвещайтесь в этом вопросе, вопрос крайне интересный, вопрос, который касается всех нас абсолютно, и вопрос, который будет перед нами вставать в ближайшем будущем не раз, да, какая бы теория ни была права, все равно, да, ну, это, собственно, да, Владимир Ильич, но лучше позже, чем раньше, на этой позитивной ноте я покажу как раз и закончить, если у вас появится вопрос, или какие-то дискуссии возникнут, да, то можно ее вполне начинать, так что, какой теории придерживаетесь вы, и почему? максималисты, ну, как вы, не максималисты, то есть, может быть, кстати, и та, и другая в чем-то правы, но обе теории имеют право жить и быть, потому что вы сами-то говорили, что, вы сами-то говорили, что, как бы, и та, и другая теория под другими достаточно серьезными исследованиями и, ну, научными, обоснованными, поэтому я думаю, что она, и та, и другая имеет право быть, а уже право выбора это, как говорится, время покажет, да, Да, на самом деле, вообще это все крайне интересно, потому что сложно утверждать что-либо определенно, потому что мы говорим, вот тот самый принцип положительной обратной связи, мы говорим, увеличивается концентрация углекислого газа, парниковый эффект усугубляется, растет температура, но есть ученые, которые считают, что температура растет по каким-то причинам, из-за этого увеличивается продукция углекислого газа организмами, планктоном, да, в океане, и поэтому растет концентрация углекислого газа, то есть наоборот, да, то есть следствием rosa температуры является рост концентрации углекислого газа, то есть это все очень неопределенно, но точно, что можно сказать, что об этих вопросах, об этих вопросах нужно говорить, думать, да, и обращаться, конечно, к источникам авторитетным, а не к ниже указанному каналу или к какой-нибудь желтой прессе. То есть нужно обращаться к авторитетным источникам. А мне интересно, насколько мы глобально что-то можем изменить? Я так понял, что человек все равно слишком маленький, чтобы влиять на эти процессы. То есть мы можем дальше ходить или нет? Мы маленькие, но у нас 7 млрд. И количество наше очень сильно увеличивается. Просто интересно, мне кажется, что, по-моему, я вас послушал. Ну, смотрите, если мы посмотрим за последние 100 лет, то все промышленные предприятия очень сильно повысили концентрацию приписалого газа. И, в общем-то, еще не без того... ...говорил о том, что человек стал реальной геологической силой. То есть мы выравниваем поверхность, мы углубляемся, мы меняем пространство. Также мы изменяем очень сильно атмосферу. То есть состав атмосферы сильно меняется. Если мы сейчас посмотрим и возьмем анализы, то даже в самых действенных весах Амазонии мы найдем следы как раз, как вы сказали, вот этого самого загаживания человека. То есть атмосфера — это земля, ну, это банальности, да, я говорю, но это реальности. Это некий космический корабль, замкнутый, да, такой аквариум, где мы находимся. Атмосфера — она вся сообщающаяся, гидросфера — все это сильно взаимодействует. И еще нужно иметь в виду, что при всем развитии науки мы пока еще... Человечество не так хорошо знает все взаимосвязи. Вот как Игорь Ильич говорил в экологии, между взаимосвязями и между своими организмами, сложно проследить их все реально, да. Также нам сложно проследить взаимосвязи между всеми элементами гидросферы, биосферы, атмосферы. Я могу привести пример, который мы хотели сделать некой такой игрой-донеткой, но думаю, что уже не сделали, да, потому что ничего не придумали. Это... Тот, кто читал учебник Липликовый 86-го и 88-го года, да, по общему изъявлению, тот, например, знает. Для тех, кто не читал, я расскажу. Есть такая пустыня Атакама, да. Вы все знаете, что одна из самых жестких по природному условию пустынь. То есть никаких вам осадков нет. Связано это с тем, что рядом находится холодное перуанское течение. Это перуанское течение, соответственно, раз оно холодное, оно богато кислородом. Раз оно богато кислородом, там много питает анчоусов. Этими анчоусами питается птица, да, птицы питаются. Птицы живут, соответственно, на скалах. Естественно, птицы, как и все живые организмы, продукты пищеварения выделяют в окружающую среду, да, и образуется гуана, этот помет птичий. Местное население использует этот птичий помет для того, чтобы хоть что-то выращивать, да, в этих совершенно ужасных условиях. То есть они там формируют какой-то там микроскопический слой почвы на основании этого гуана. И все замечательно. Вот такой цикл есть, да, такая сложная система взаимосвязи, все замечательно. Но здесь, кстати, вмешалось опять глобальное потепление в положительном смысле даже. Потому что каждые 12 лет по закону цикличности в связи с вращением земли между холодным перуанским течением мощным вклинивалось маленькое такое вредное течение альминия. Оно теплое. Оно каждые 12 лет вклинивалось, да, и приносило теплую воду относительно. Рыбка, естественно, анчелусам, естественно, не нравились эти условия, да, они уплывали. Нет анчелусов, нет птицы, нет птицы, нет гуаны. То есть население нечем торговать и населению нечего использовать в качестве удобрения для почвы. Так еще и теплое течение, вы также все помните, да, из курса 6 класса, что вызывает осадки. И вот это теплое течение приносит дожди, которые в данном случае являются катастрофой. Они смывают последнюю эту самую почву и население остается вообще такая голодная катастрофа просто. То есть это пример того, что в природе все очень сильно взаимосвязано. И мы на самом деле своим сапожищем, да, вмешиваясь в эти природные процессы, мы не знаем, почему все это в конце концов приведет. Я думаю, что мне нужно закончить, потому что я не закончу тогда. Нет, может кто-то еще подчислет. Можно такие темы сделать, да? Ну, например, я смотрю, да, ну, там, глобальное посекление, то есть там яхта прошла по северному океану, когда вообще это невозможно крыло. Вот, например, пять лет назад было. Да, по северному морскому пути, да, северному морскому пути он освобождается, Россия получает преимущество в данном случае. Я говорю, что там яхта прошла, ну, как бы лодка обычная, с парусом. Или, например, масса, да, там, ну, жаркая погода, ну, где-то не рождает эти там, то есть мошки меньше, потому что высокой температуры они не могут брать там с родителями. Ну, то есть, это такие мелкие вещи, которые, ну, комфортно, некомфортно, а вот так, чтобы глобально, такие примеры существуют. Ну, я думаю, нам с вами нужно прожить еще лет 30, и тогда мы уже с вами по-другому будем совсем разговаривать, и уже у вас не будет этих вопросов, скорее всего, да. То есть, я опять же хочу что сказать, что мы не знаем, это вот эти микропримеры, да, но мы не знаем, к чему приведет вот это исчезновение этих самых мошек, к чему приведет там потепление где-то, где-то похолодание. То есть, это как такой эффект домино, да, когда изменение одного фактора влияет на миллион других факторов. Мы просто не знаем эти факторы. Поэтому, ну, опять же, я не могу ничего доказать, потому что я, опять же, говорю, что я не могу сто процентов сказать, что глобального потепления нет или нет глобального похолодания. Что я четко могу сказать, что в ближайшие сто лет явно нужно как-то менять, сокращать по количеству выбросов, да, потому что сейчас по любой из этих теорий в ближайшие сто лет увеличение концентрации углекислого газа будет приводить к парниковому хлебу. Это теория уже, по-моему, лет 20, да? То есть, полетисовых газов, то, что их надо запрещать 20. Ну, да, 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 даже больше. Ну, и что, сейчас какие-то реальные примеры чуть-чуть будет? Да, если мы с вами посмотрим процесс опустыними, да, он идет гораздо более интенсивно. Если мы с вами посмотрим количество кастрофических... Интенсивно в рамках 30-40 тысяч лет, по-моему, мы вообще не знаем. Нет, нет, не 30-40, интенсивно в рамках последних ста лет. Потом, опять же, я географ, да, мне, конечно, нравится мыслить всякими глобальными вещами о том, что да, это изменение, всего лишь одно изменение климата, да, как, там, не знаю, вымирание живых организмов, как одно из вымираний всего лишь. Но мы с вами все люди, да, и нас интересует такой интерес шкурный достаточно. Дело в том, что мы все время говорим, что нужно спасать планету, да, нужно спасать планету, климат. Планета на этом месте 4,5 миллиарда лет, и она никуда не денется. С человеком или без, она будет здесь, она будет вращаться, пока там солнце не превратится в красного гиганта и не уничтожат ее, да. Без нас или с нами. Поэтому, на самом деле, вопросы климата, они касаются нас конкретно. И каждый что-то, скорее всего, может делать, да, я думаю. Я надеюсь, правильно. Поэтому от нас зависит, какое будущее у нас с вами будет. А я могу еще пару слов по поводу вообще теории изменений? Ну, буквально последние исследования ученых в сервисе групп и Санкт-Петербургского государственного университета говорят о освещении, например, ареалов. Так что вы хотите, будет мигрирующая на ближайке. Я, буквально, в последние две недели слышал и увидел, и послушал. Это о изменении самых обычных нашпирок, например, сосна. То есть ее ареал, который был в Сибири, где проходил, примерно, на муральской границе, он очень сильно изменился в сторону как раз утепления. То есть в силу популяции все организмы начинают смещаться, и это один из ярких знаков. Потому что утепления их на самом деле существуют. И из обычных мерок они говорили. Ты мне сейчас это расскажешь. Плохо, почему они смещались? Ну, это адрес спортеров по изменению температурного режима. Смотря кому, надо рассматриваться с позиции кого. Им не плохо. Им-то да. Они живут и живут. Нам плохо. Почему нам-то плохо? Они расширяют свой реал, мы их. Смотря кто расширяет реал. Если они расширяют реал, например, это каракуз, то он нам не очень хорошо. А каракуз и птичек едят. Там птичек едят. А мы птичек едят. А мы птичек едят. А мы хищники. Так. Ну, спасибо, Алексей Витальевич. Я думаю... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я вообще, на самом деле, сидел, потому что когда вы говорили фразу «Ну, это все знают», я сразу боялся. Потому что я понимал, что сейчас будет что-то, что я не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну или типа «Вы помните из шестого класса». АПЛОДИСМЕНТЫ Собственно, моя часть, она такая довольно узкая. И я не хотел вот обширно давать, я просто хотел ударить пару примеров и именно показать влияние изменения климата на живые организмы. Проблема, на самом деле, довольно насущная, потому что задача человека в рамках изменения климата – это именно выжить, а выжить нужно что-то кушать и жить в каком-то биоразнообразии. Сейчас о биоразнообразии много говорят, и его надо сохранить каким-то образом. И вот как изменения климата могут на это биоразнообразие влиять, и что будет дальше. Но опять же, как и в теории глобального потепления или похолодания, единой точки зрения нет, единой теории такой, которая будет говорить, вот сейчас у нас потеплеет и все умрут. Ну или там 30% выбрит. Или наоборот, потеплеет и станет всем сразу хорошо, и там прибавится еще количество видов. К сожалению, нет. Связано это, во-первых, с тем, что неизвестно, сколько у нас видов до сих пор на планете живет, и даже, на самом деле, порядок количества видов еще оспорим. Во-вторых, непонятно, как быстро оно может восстановиться, поэтому, собственно, о всем биоразнообразии, наверное, пока говорить рано. Поэтому просто нужно поговорить о конкретных примерах, вот как климат реально влияет на конкретные организмы. Но самый, опять же, понятный и простой пример – это изменение климата и как ответ исчезновения вида с лица планет. То есть здесь все понятно, вид просто не успевает приспособиться к новым условиям, и, соответственно, либо быстро, либо, может быть, медленно затухая, он исчезает. Так было много раз в истории планеты, там, даже взять, опять же, банальных динозавров, то есть, ну, там, может быть, не климат, но суть такая, да, изменились условия, им пришлось ускупить место каким-то другим. Но, опять же, ну, это так, вещь, о которой говорить, мне кажется, не совсем, там, в одном примере я этого коснусь. Самое интересное, что может произойти, если вид все-таки останется на нашей планете, то есть, что он может изменить в себе, что произойдет. И вот как раз то, что Сеня сказал, это самое, опять же, то, что мы реально сейчас наблюдаем, наблюдаем довольно масштабно, то есть, мы видим тенденцию, это смена ареала. То есть, мы видим, что вид не хочет изменять внутреннюю свою структуру, то есть, не хочет изменять генофонд, ему легче следовать за изменениями условиями. То есть, сейчас ученые наблюдают такое расползание видов от экватора, то есть, вслед за вот этими кривыми температур, то есть, те, но это касается, конечно, видов, которые зависимы от этого фактора, от температуры. Вот они потихоньку начинают двигаться к северу. Конечно, этот процесс имеет свои границы, он не может длиться постоянно. А что тут надо нажать, я уже задумал. Я нажал, вот такие-то. А, ну вот, да, собственно, про бабочку, бурая голубянка в Англии, вид, который находился в таком очень угнетенном состоянии, но в последние годы начал восстанавливать свою численность. И как связывает это ученые, что виноват в этом климат, хотя, ну, здесь написано, что изменились взаимоотношения с кормовыми растениями, но климат дал возможность бабочке продвинуться чуть-чуть севернее на Британском острове. А вот как раз севернее растет, ну, какие-то виды герани растут, на которых бабочка могла бы питаться, но она не питалась, потому что эти герани на юге Британии практически отсутствуют. И вот за счет климата бабочка как бы передвинулась, и там ей забили. И она начала питаться большим количеством нектара, соответственно, ей хорошо, она плодится. И сейчас в Англии вспышка вот этой редкой бабочки, бурой голубянки, наблюдается. И вот, ну, единственное такое более-менее объяснение, это именно глобальное потепление, что температура дает ей возможность передвинуть реал, и, соответственно, изменив немного рацион, приспособиться к условиям среды. То есть мы видим, что, в принципе, ей даже и неплохо совсем. Вот пример, который мне очень интересен. Первое, что додумались сделать ученые, это не смотреть, как климат влияет на нынешние живые организмы, а посмотреть, как климат влиял на те организмы, которые были при последних вот таких сильных изменениях климата. Тут они вверху приведены, четыре вида голосеменных, которые пережили последние глобальные изменения климата. Это, насколько я помню, это было 20 тысяч лет назад, да, такие серьезные потепления, похолодания. Могу ошибиться. А внизу это, ну, олени, да, рогатые, которые тоже, это единственное, ну, здесь, смотрите, собственно, виды, которые, ну, практически не изменили своего ареала и, наоборот, даже почувствовали себя как-то хорошо, можжевельник и лось, то есть они даже как-то это, виды, которые сменили место обитания, здесь представлены, виды, которые пришлось мигрировать, вот северный олень, ему пришлось идти туда, где похолоднее. А вот последние, это виды, которые, ну, большерогий олень, он, к сожалению, вымер, то есть он как раз не смог приспособиться. А вверху, ну, какая-то там ель, по-моему, не вижу. Вот, она как бы почти вымерла, от нее осталось две маленькие очень популяции в горах, то есть, ну, можно считать, что она скатила свой ареал до почти минимума. То есть мы видим, в принципе, многообразие вариантов, то есть каким образом виды могут вот приспособиться или не приспособиться к этим изменениям климата. То есть нет единой тенденции. Даже близкие виды по-своему, да, между собой, они могут совершенно по-разному реагировать на изменения климата. Ну, в зависимости от того потенциала, который природа в них заложена. Вот. Ну, вот интересный, это международный был проект по изучению серой мухоловки. Каким образом серая мухоловка пострадала от изменения глобальных климата? Дело в том, что она прилетает с места зимовки где-то так в середине весны, и к тому времени раньше растения только начинали цвести. И таким образом она успевала в самое такое изобилие, когда много насекомых, она хорошо размножалась, отколдывала яйца, вскармливала птенцов, собственно, все было хорошо. В условиях глобального климата как бы вот это все сдвинулось, растения начали вегетировать и зацветать раньше, насекомые появились раньше, а серая мухоловка, ввиду того, что она инстинктивно действует, она прилетает в то же время, в середину весны. А там уже изобилие, там уже насекомые, ну, как бы уже на исходе, там уже другие ее конкуренты выяли. Соответственно, сейчас серая мухоловка очень сильно страдает, потому что она не может выкормить птенцов просто своих. Нужны какие-то перестройки именно в ее программе поведения, чтобы она раньше прилетала, либо мигрировала недалеко, например. И такие уже моменты зафиксированы. То есть некоторые особи ведут себя не совсем так, как все. То есть уже зафиксировано несколько кольцованных птичек, которые прилетают раньше. То есть они получают, естественно, преимущество, и согласно нашему Чарльзу Дарвину, по идее, дальше они должны оставлять свои гены. То есть серая мухоловка в будущем, возможно, перестроится на новый стиль миграции. То, что мы можем ожидать. Вот интересный тоже пример ботанический. Ученые поставили представить цель исследовать. То есть растения каких стадий развития экосистемы, то есть стадии сукцессии, реагируют на изменение климата сильнее. То есть для кого это опаснее? Для растений, которые заселяют незанятые какие-то участки суши, и они только начальная стадия сукцессии, либо это какие-то серединные, либо это климаксные сообщества, они больше будут страдать. И как оказалось, тут, правда, должны вообще вверху такие буковки быть интересны, вот с той стороны сбоку, где такие две почки хорошо расходящиеся, это сирень представлена, посередине это граб, и это бук. Сирень является начальной стадией древеских сообществ развития, середина это граб, это какая-то такая промежуточная стадия, и бук это как бы финальная стадия. Так вот оказалось, что на самом деле легче приспосабливаться к изменениям климата как раз те растения, которые осуществляют начальную стадию сообщества, сирень, и к ним уже можно отнести условно крапиву, и все растения, которые поселяются на незанятых, то, что мы можем назвать сорняками смело, им легче приспособиться по одной простой причине, что они реагируют на много факторов окружающей среды, не только на температуру, но еще они отлично оценивают фотопериодизм, могут учитывать наличие или отсутствие тех или иных минеральных веществ, то есть они реагируют. А вот бук, который привык уже, он растет уже тысячелетиями на одних тех же территориях, и он в основном реагирует только на фотопериод, то есть только на длину светового дня, он как раз перестраивается хуже на изменение климата. И, к сожалению, те как раз растения, которые наши старые образуют какие-то леса, дубы, вот эти буки, наверное, какие-то там кипарисы, я не знаю, они будут хуже приспосабливаться, просто потому что они как бы забыли о том, что к температуре тоже надо как-то относиться. И, ну, опять же, выход из этого как-то эволюционирует, либо придется уступать. И вот, ну, это классический пример, такой как завершение. То, что всегда рисовали в учебниках, это колебание численности левингов в тундре. То есть это классический такой пример, экологи его обожают, то есть каким образом, на какие порядки может изменяться численность грызунов ввиду каких-то факторов. Так вот, в последние годы, начиная вот с двухтысячных, проявился четкий тренд к отсутствию вот этих больших пиков численности. То есть мы уже больше 10 лет не видим вспышек численности левингов в тундре. То есть мы теряем вот эту такую уникальную особенность тундры. Естественно, как бы от этого страдают и хищники тундры, которые привыкли, что они там раз в несколько лет пируют, и все меняется, то есть перестраиваются к системе. Почему так? Оказалось, что скорее всего виноват снег. То есть толщина снежного покрова, потому что раньше именно толщина снежного покрова помогала левингам наращивать свою численность, они под этим снегом удобно скрывались, то есть там могли размножаться хорошо и все. Сейчас толщина снежного покрова ввиду именно климатических изменений снизилась, хищники легче добывают вот этих особей из-под снега, поэтому численность левингов, она не снижается, нельзя так говорить, она просто, вот это колебания выравниваются, ну и мы теряем какую-то особенность экосистемы, соответственно. Вот, собственно, наверное, то, что я хотел вам показать и рассказать. В общем, если по живым организмам есть вопросы, наверное, я отвечу. Или нет? Нет? А что, я просто для себя не понял, какая разница между миграцией и сменой ареалов? Миграция осуществляется, ну это вообще в рамках ареала, в принципе, то есть можно сказать, что это... Имеется в виду, что миграция осуществляется одной особью в течение жизни, то есть и потом несколько раз она может сюда слетать или сбегать. А смещение ареала – это долгосрочный процесс, когда как бы все меняют место жительства. Ну, условно, если мы летаем в Турцию, это для нас как бы миграция, но мы возвращаемся на исконное место обитания. А если мы всей России потихоньку к югу задвигаемся, да? Отодвигая границу. Пример с растениями. Там была гель. А? Там мигрировала гель. Да, как это растения. Я сказал, мигрировала, да? Нет, там просто по примеру, пример миграции у галатеминых и у живого. У животных понятно, а у живого семянных происходит миграция непонятная. Почему непонятная? Я не знаю, честно. Потому что это не может приехать, потому что способы распространения семян в разных семьях. Да нет, нет, тут, наверное, что-нибудь простое, но я сейчас только не соображаю. Ну, понятно, смена обитания одно, а вот миграция еле, да, это какая-то. Но смена реально, наверное, это нечто такое интеграция. Нет, ну, мигрейшен, собственно, это термин вполне определенный, миграция именно, да, то есть с северного ядерства понятного. То есть, ну, не знаю. Если бы я составлял эту тему, я, возможно, сказал, а я ее вот так скопировал, оставил, и не знаю. Но спасибо за вопрос. Нет, ну, тут вот смена вместо обитания, да, имеете в виду именно миграция. Может быть, миграция имеется в виду именно такое передвижение географическое реало, а смена обитания, может быть, именно зависит от экологических условий. Вот, возможно, вот так нужно это понимать больше. Мы потеряем и приобретем, как и положено. Понимаете, у нас южные виды действительно заходят. Вот если брать плесноводную фауну, которой я непосредственно занимаюсь, то у нас, ну, каждый год находится какая-то то калавратка, то какой-то рачок, который перескакивает из среднеазиатских водохранилищ к нам. Ну, он это делает как бы не специально, но вот иногда появляются такие вещи, и с Каспийского моря постоянно вселенцы идут. То есть, в принципе, этот процесс, мы что-то будем получать, ну, и что-то будем терять, безусловно. То есть, без этого никуда. Я вот присоединюсь к зимнему ответу сейчас на ваш вопрос по поводу девиза, да? Думать глобально, действовать локально. Это скорее моя такая рубрика условная на эту тему, и чтобы не в конце, а сейчас. Вот здесь вот развешаны постеры, афишки, как это ни назовите, а там висит листочек, на котором можно оставить свой электронный адрес. И вот касательно того, как действовать локально, вы оставляете свой электронный адрес, а я вам отправляю как? И как раз к вопросу о том, как конкретный каждый человек может быть причастен к неухучению климата, да? В какой бы там теории мы не относились. Все, что касается живых организмов, на самом деле, просто всем понятно, что нужно изучать. То есть, бросаться что-то, спасать, ну, наверное, что-то красивое и крупное имеет смысл, да? Но спасать все, бросаться вот так, по-моему, это не совсем рационально. Нужно понять тренды вот эти, понять принципы воздействия, понять опасность, которая нам грозит, и где эта опасность грозит, и только тогда начинать действовать. А для этого нужно изучать, изучать, изучать. Так как, опять же, изменение климата трудно проследить именно как влияние на наших организмов, потому что влияние с разных факторов огромное количество. Вот это большая такая экологическая проблема, обращает задачи, которые стоят. И, кстати, очень мало освещается именно работ именно как в рамках глобального потепления, то есть, ну, по крайней мере, опять же, вот в гидробиологии это на пересчет работы в России, которые ведутся вот именно с учетом глобального потепления, там, смена, опять же, ареалов, вымирание, сокращение или появление. То есть, если даже касается, то это так очень мало. Сейчас, что у нас... Ну, еще, да, я, собственно, сказал о том, что в результате нашей беседы вы поймете, почему тема была обозначена так, как бодрящий грок и заболевающий мохито. Да, вы поняли, собственно, это, почему такая тема? Да, я не понял. Нет. Кто понял? Да, то есть, вот потепление, которое есть сейчас, может быть, на самом деле, это похладание в будущем, да, то есть, это такая глобальная кривая, мы находимся на небольшой стадии этой кривой повышения, на самом деле, мы долгосрочный тренд на снижение, да, а может быть и нет, может быть, нас ждет, на самом деле, потепление. То есть, такой дуализм, да, это такое противоречие. Да, ну и насчет батареек, то есть... У кого есть, он здесь принес, если опоздал, можно оставить. Друзья мои, ну мы в этот раз не прокалявили немного, не сделали рубрику, как бы, взаимодействия с залом, хотя, мне кажется, было обсуждение, и мы вполне, да. Но рубрику культурного, как это сказать, культурного удара под дых никто не отменял. Илья в прошлый раз нас всех порадовал музыкально, вот, не знаю почему, но у меня родилось одно четверостище, поэтому я решил развить это все такое, это, поэтому я вам посчитаю. Я вас прошу, не подкать, как это будет как-то серьезно и не судись строго. А свет тут как-нибудь можно? Конечно, а можешь свет включить? А прям сильно включить? А-а-а! Не, давайте лучше выключим, тогда я справлюсь. Спасибо. Да. Ну, собственно, наверное, нужно начать. Поэтическо-истер... Нет, еще раз. Поэтическо-истерическое произведение. К вопросу приложения проблемы глобального изменения климата к проблеме взаимодействия полов. Ну, о чем еще писать, собственно. Ну, я решил так научно подойти к вопросу, разделил на такие части. Часть первое введение. Я к тебе, как вихрь летел, стиснув опахало, мир глобально потеплел. А ты похолодала? Я ж тебе... Чего уж там? Нет на свете счастья. Уж давно лихой буран над тобою властен. Он тебя поработил, сунул душу в келью, Думы девичьей своротил, хитрую метелью. Я запел, увидев лишь стать твою. Ведь лето! Ты, насупившись, сидишь, во сто шуб одета. Взгляд, как щиплющий мороз. Дерзок, но забавен. На щеках сосульки слез. Ничего, исправим. Часть вторая. Материалы и методы. На меня глядит она, хладная девица. А я с собой принес вина и чуть-чуть корицы. Звезды колют из окна, им сейчас не спится. Хочешь милая вина и чуть-чуть корицы. На душе моей вина, совесть в форме блица. Выпью лучше я вина, можно без корицы. Эх, замерзшая страна! Эх, скупые лица! Эх, бетонная стена! Вам бы теплого вина, Вам бы песню птицы, Вам бы теплый свет весной Вместо света лампы. Вам бы домик над рекой, Вам бы думать головой, А не ставить штампы. Все отдам вам, душу на! Время ли рядится, Что замерзшая страна? Нету теплого вина, В кровь кидай корицу. Перемножь неровность дна На инстинкт убийцы. И спей до дна вина, Будем мы к спине спина В поле колоситься. Часть вторая закончена. Часть третья. Результаты обсуждения. Миг растянем на года, Время в нашей власти. Там закончится беда, Где начнется счастье. Жаркий сок вкусила ты, Розовея ликом, Вдруг унюхала цветы Вместо зимней пустоты. И, услышав, как коты Разразились криком, На зимь бросила с себя Теплые одежды. А я стоял, тебя любя В приступе надежды. Мир глобально потеплел, Мир глобально офигел, Мир глобально надоел. В мире страшно стало, В мире столько знойных тел, Что увидел и вспотел. Но я к тебе одной летел, Стиснув опахала. Я тебе одну... Нет, не тебе. Тебя одну согрел, И ты теплее стала. Заключение. Часть последняя. Мне один мой друг сказал, В мире все циклично. Я поэтому поднял Эту тему личную. А значит, мы не слушали, да? Все зашло. Снег не сыплет, Вновь или вновь, Грех на климат злиться, Главное, что есть любовь И вино с корицей. Ну и теперь, собственно, Заключение. А я думаю, что на этом месте Мы прямо остановимся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...